10 фишек о FallStudio, о которых вы, скорее всего, не знали, как и я. Фишка 10. Полноэкранный режим, если нажать на вот эту кнопку, справа сверху правой кнопкой мыши. Нажимаем еще раз и возвращаемся в обычный режим. Фишка 9. Сочетание клавиш Ctrl-B. Если нам, например, нужно скопировать клип автоматизации, мы его нарисовали, нажимаем Ctrl-B и он копируется вот ровно столько, сколько он есть. Просто вправо. Кстати, также можно выделить определенную область через Ctrl, нажать Ctrl-B и он выделит по вот этой красной области. Точнее, скопирует по этой красной области. Фишка 8. Копия на то место, где расположен курсор. Если мы скопировали, например, Ctrl-C, нажали и хотим вставить определенное место в плейлисте, мы наводим курсор и просто нажимаем Ctrl-V. Все. Сюда Ctrl-V, сюда Ctrl-V. Выделение через Ctrl, как я уже сказал, мы выделяем. И, допустим, выделили слишком много, и чтобы заново не выделять это все, мы нажимаем правую кнопку мыши и уменьшаем это все дело. Можем и слева это сделать, можем и справа это сделать. Главное, вот, за верх, за верх, как бы, нажать сверху, и тогда оно будет работать. Если снизу нажать, вот, менюшка выпадает такая. Также мы можем увидеть нагрузку на процессор. Сейчас я звук выключу. Я сейчас включу проект, и мы увидим, что нагрузка на процессор выросла до 23%, 25%, 30% уже. Да, и я двойным кликом сюда, и я вижу, какие плагины здесь у нас нагружают наш процессор. Таким образом мы можем узнать, какой плагин конкретно грузит. Например, есть один прикольный ревербератор, называется Raum. Он грузил мой процессор в последний раз на 60%. И я офигевал, я не знал, почему это все происходит. Но, когда два раза нажал, я понял, это Raum все мне подиспортил. Далее, длина ноты в Piano Roll. Мы можем нажать на нее, и будет копироваться точно такая же нота. Но если вдруг нам нужно определить поменьше ноты, вместо того, чтобы вот так вот дергать. Тем более, что она дергается, привязывается по сетке. Вот так маленькой становится, недостаточно большой, недостаточно маленькой. Мы просто нажимаем правую кнопку мыши вот сюда, и выбираем длину. Например, вот бит. И вот она становится подлиннее одного бит. Или же, например, одна четверть. Да, вот она вот такой длиной будет. Вот все. Фишка номер четыре, это, скорее всего, будет совет для начинающих продюсеров. Смотрите, один трек в плейлисте, это один инструмент. Один кик, один снейр, один open head, один клип автоматизации, другой клип автоматизации. В общем, по одному инструменту на одну дорожку. Фишка три, это квантаз через Shift-Q. Допустим, мы скопировали какой-то клип или же паттерн, и он встал криво. И вот у нас мы выбираем сетку, мы видим, что он стоит здесь вот кривовато. Нам нужно его поправить, и вместо того, чтобы каждый вот так вот вручную, вместо этого мы выделяем снова все. Нажимаем Shift-Q, и он встает на место. Фишка номер два, это плагин сразу на микшер. То есть, если мы добавляем плагин через вот этот вот плюсик, он не посылается сразу на микшер. Но мы можем сделать это очень легко. Мы, например, берем M1 и посылаем на 16-й. Все, он у нас на 16-м канале будет. Видно, да? Вот он на 16-м канале. Ну и фишка номер один, наверное, моя самая любимая. Это, если у вас нет девушки, вы можете добавить ее прямо в FULL Studio. Нажимаем здесь плюсик, выбираем Rotten Dance. И вот она. Ее можно переместить, заставить танцевать. Выберем Waving, и она прикольно танцует и сглаживает наши серые будни продюсеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Музыкальный Помощник. До скорого.